Добрый день дорогие друзья! Вы на канале Гольф Ломбард с вами Игорь Реблонский. Сегодня 1 августа 2020 года. Цена золота достигла практически максимальной отметки за последнее время. Без малого составляет 2000 долларов за унцию. Вообще что-то с золотом происходит непонятное в последнее время. Точнее не с золотом, а со всеми нами, со всей этой политической и экономической ситуацией в мире. А золото является лишь индикатором. Поэтому сегодня мы поговорим о как таковом, в принципе, еще не введенном запрете на золото. Но мы идем уверенно по дороге к этому. Вот смотрите, я графически здесь немного изобразил. До 2017 года можно было покупать до 15 тысяч, то есть 14 999 евро. Можно было покупать золото без регистрации, не показывая своего паспорта и не регистрируя себя. Уже с июля 2017 года цена с 15 тысяч опустилась до 10 тысяч. То есть 9999 покупаешь ты золото, независимо от того, это в банке слитки, либо в ювелирке ты покупаешь золотой ролик или золото, или в ломбарде, не важно где. Как только ты покупаешь до 10 тысяч евро, свыше 10 тысяч евро, на 10 тысяч и 1 евро, продавец обязан взять у тебя паспорт и твои данные записать. Значит, фамилия, имя, отчество, но отчество в Германии нет. Номер паспорта, значит, место прописки. Если это иностранец, он обязан, продавец, также паспортные данные плюс визу или Aufenthaltserlaub, вне зависимости от статуса этого иностранца в Германии. Но статус его положения в Германии он тоже обязательно должен отсканировать. С 2020 года, с января месяца, эта сумма опустилась до 2000. То есть, на 1999 евро сегодня можно скупить золото, как я уже сказал, во всех неважно каких институтах. Свыше 2000 евро ты обязан предоставить документы, тебе обязаны зарегистрировать. То есть, практически с 2017 года за 3 года до 2020 цена опустилась с 15 тысяч евро до 2000 евро. О чем это говорит? Ну, здесь можно делать различные выводы, но это еще раз подтверждает то, что золото является стратегическим, мобильным, таким резервным, доказанным уже десятилетиями, сотнями тысяч лет, миттелем, веществом. И государство вводит эти определенные ограничения. Для чего? Ну, во-первых, наверное, для того, чтобы ограничить, во-первых, испугать, ограничить продажу золота. Потому что в настоящее время наблюдается дефицит золотого запаса, который выставляется на продажу. Как таковой золотой запас в Германии составляет свыше 3000 тонн. Она на втором месте, на первом Америка, Россия на шестом по золотому, значит, валютному этому запасу. Вот. А, в принципе, они ограничивают, чтобы люди покупали как можно меньше его. Первое, это апшеку испугать, я так думаю. Второе, значит, это регистрация. То есть, социальная жизнь в Германии идет тоже, как говорится, с горы Бергап спускается. И если, значит, вы себя постоянно регистрируетесь, это в каком-то банке данных откладывается, шпайхируется, заносится. Когда вы потом выходите на пенсию, вам не хватает пенсии, вы идете в социал и обиантрагиваете альтерс форзорги. То есть, хотите от государства деньги на поддержку. Они вам скажут, господин, такой-то, такой-то. Вот у нас данные на протяжении там нескольких лет вы скупали на определенную сумму золота. Где оно у вас? Реализуйте его и живите. Значит, это надо иметь в виду. Следующее, я здесь вот графически изобразил, значит, такой график. Он, может быть, чуть-чуть обвахивает немного. Это, но в принципе, он верен на 99%. Это с той даты, как я приехал в Германию, 1996 год, 2020 год. Вот, когда я приехал, унция золота стоила порядка 400 долларов. Представляете? 400 евро. На тот момент, в 1996 году, я скажу так, моя зарплата была примерно такая же. У людей была такая же зарплата, как сегодня. Она не на много выросла. Вот, это были еще немецкие марки, но мы пересчитываем сейчас на евро. То есть, практически люди зарабатывали столько же, сколько сейчас. Но тогда стоило меньше, чем 400 евро за унцию. Вот, и так, 2007, 2008, 2009 год, когда я начал заниматься золотом, унция составляла меньше, чем 1000 евро. То есть, меньше половины того, из чего она стоит сейчас. Сейчас она подскочила, вот мы видим, практически до 2000 долларов за унцию. Это 1700 евро. Вот, и как бы такой вопрос, зрение, а что делать, да? Что делать? Покупать ли сегодня золото, когда оно находится на таком пике или нет? Ну, я скажу, это такой вопрос, который каждый себе должен ответить на него сам. Я исхожу из того, что, смотрите, вот наша точка отсчета, которую мы имеем сегодня. Вот наш вчерашний день. Его уже не вернуть, этой цены никогда не будет. Если и присядет, все, но этой цены уже никогда не будет. А вопрос, отвечаю на вопрос вопросом, а что впереди? Впереди не знает никто, но я знаю одно и точно, что впереди лучше не будет. Никогда уже не будет той жизни, которая была. Никогда она уже не вернется. Нас ввели, хотим мы этого или не хотим, в определенные рамки. И экономически, политическая ситуация, ну, может быть, немного стабилизируется, но прежней она уже никогда не будет. Поэтому, мое мнение такое, честно говоря, я сейчас продажу золото в своем онлайн-шопе приостановил. Вообще не покупаю золото, не продаю золото. А покупаю его, как говорится, гелегинглих по обстановке. Если немножко удается чуть-чуть дешевле выщелкнуть, все, я все-таки покупаю. Массово нет, но так, единичные, будем говорить, экземпляры выщелкиваю. Это лично моя такая политика, это лично моя такая вот ситуация. Значит, ситуация, как я уже говорил, по золоту является дефицитной. Если кто-то ходил в банки, хотел купить слитки, все, их просто там нет. Редко какой банк продает. Я, по крайней мере, в Гамбурге не слышал, чтобы можно было прийти в какой-то банк и свободно купить слитки этого золота. Те производители, которые производили этот Шайденштальт, которые печатали эти слитки, все, тоже частично приостановили свое производство. Смотрите, Люфтганза не летает. Соответственно, из Африки, Крюгеранг и все прочее инвестиционные монеты тоже не привозятся. Даже и мобильные фонды сейчас, и другие мощные такие фонды, которые занимались недвижимостью, даже они сейчас занимались в последнее время, по крайней мере, это 100% точно, занимались покупкой золота. Еще такой существенный момент, который можно подвязать к этой ситуации с золотом в Германии, в Европе, во всем мире, это то, что я заметил такую тенденцию, и здесь можно некую связь все-таки вычислить, в том, что многие крупные магазины, аукционы, все, будем говорить, уже чуть ли не в приказном порядке, но они не принимают наличные деньги, или по крайней мере делают все, чтобы платили карточкой и все. Ссылаются на коронавирус, все, но поверьте мне, это только, значит, как мне кажется, это только завеса, все. То есть мы идем постепенно к тому, что наличные деньги будут отменены. Тогда возникает вопрос, если будут отменены деньги, наличные, будет только карточка, у меня будет некий золотой запас, который, будем говорить, не учтен, не занесен, ничего, будем говорить, на черный день, который я копил, да. Если наступит Гольд Фербот, посмотрите мою предыдущую передачу, я вам говорил, что многие страны вводили, и нет, значит, гарантии, что этот Гольд Фербот не введется, да. Снова, если кризис вдруг наступит, что тогда делать? Но я скажу так, что все равно, даже в этой ситуации, берем самое худшее, если будет отменена наличность, будет только расчет по онлайн, только карточками, будет тогда существовать черный рынок, обязательно, будет существовать тогда натуральный обмен. Это то, о чем я говорил раньше, это когда кусочек золота будет на что-то меняться, обязательно этот рынок будет существовать, на продукты, на вещи, еще на что-то, да. Вот, и как я вам говорил, тогда нести большой слиток килограммовый и менять, или отпиливать от него кусочек, это одно дело. Менять колечко, это совсем другое, это то, про что я всегда говорил, и мое глубокое убеждение, что ювелирка, которую я покупал как лом, меня в этом случае должна в какой-то степени обезопасить. В этом случае, если вдруг наступит кризис, действительно, инфляция, дефолт, то в этом случае, как правило, крупные инвесторы начнут сбрасывать свой золотой запас, они начнут его продавать. В этом случае может наблюдаться тенденция, что золото снова упадет. Но не упадет оно никогда до этой отметки, присядет немного, потому что его будет много на рынке, все будут его продавать, да. В этом случае тоже выиграет тот, кто не покупал 999 золото, оно как бы сравняется. Когда вы будете обменивать, людям все равно, вы не будете там объяснять, что это 999 проба, это 585 проба, золото и золото, меняем там на что-то и все. Я думаю, что будет такая ситуация. Это ни в коем случае, я не кидаю камень в тех, кто покупал золотые слитки 999 проб, вы абсолютно правильно делали, все. Но моя стратегия такая, то есть я покупал, как правило, в основном инвестиционные монеты или исторические монеты, ювелирку. Но в любом случае, те, кто покупали золото, особенно на начальной стадии, покупали его активно, те сегодня выигрывают, и это вне сомнения. Ну а покупать его сегодня по этой цене, как я уже сказал, это вопрос и решение каждого из нас, как мы это сделаем. Но помните об этих датах, 2017 год 15 тысяч, три года спустя 2020 год 2 тысячи евро. Это неспроста, поэтому делайте выводы. Всего вам хорошего, удачного дня.